Видимо, Дискорд — всё. По крайней мере, так говорит Роскомнадзор. Согласно заявлению ведомства, официальной причиной является неудаление запрещенных материалов. К ним относятся в том числе призывы к экскурсу, а также пропаганда ЛГБТ. Неужели история с Телеграм повторяется, да и обоснована ли вообще эта шумиха? Я решил провести собственный эксперимент и поискать запрещенку в Дискорд прямо на ваших глазах. Легко ли наткнуться на что-то незаконное в приложении? Реально ли приобрести там пс***ные вещества, как заявляют некоторые? Что по 18 плюс контенту? Какие именно услуги иногда могут продавать 14-летние девочки в открытых Дискорд-серверах? Есть ли здесь сообщества и террористических групп по аналогии с Телеграм? Или же отдельно магазин по продаже запрещенных товаров и услуг? В общем, ищу запрещенку в Дискорде. Приятного просмотра. Как обычно, большой дисклеймер. Осуждаю, не пропагандирую, не рекомендую. И создаю этот ролик лишь в информативных целях. Чтобы вы, не дай бог, сами не наткнулись на что-то запрещенное в сети и обошлись лишь просмотром моего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы вывести пару долларов. А реальная возможность получить ценные призы. Если играть неделю подряд, получайте 100 дополнительных миль. У пользователей есть 3 игровые попытки в день. Количество возможностей обнуляется каждый день в 12 часов ночи по Москве. Единственное, что нужно для участия в акции, оформить стильную карту S7T Bank. Кроме пропуска в игру, она откроет для вас закрытые распродажи авиабилетов, ранний доступ к скидкам до 50%, только для владельцев карт, а также ускоренное накопление миль за любые покупки, которые можно обменивать на авиабилеты или пропуск в бизнес-класс. Розыгрыш состоится 23 октября и порадует тысячу участников. Шансы на ценные призы велики, поэтому переходи по ссылке в описании и участвуй. Желаю успехов. Для начала разберемся с уже традиционной частью этого видео. Торговлей котиками. Считается, что птицные вещества покупаются либо в Даркнете, либо в Телеграме. Там больше всего площадок, проверенных временем, плюс есть широкий ассортимент и какая-никакая анонимность. В прошлом ролике я показывал, что всевозможные чаты и боты для продажи синего мессенджера никуда не делись, а это значит, что такой нелегальный бизнес может продолжать процветать. Тем не менее, никто не задумывается о покупке сомнительных порошков и растений во вроде как безобидном Дискорде. Кто знает, может и там есть что-то незаконное. Как ни странно, список серверов Дискборд не дал никаких результатов, так что искать придется по ключевым словам. Название вещества популярных площадок приводит нас только к игровым сообществам или флудилкам. Попался даже сервер какого-то тайского стримера. Неужели Дискорд такая чистая платформа и в ней нет ничего запрещен? Есть, но не совсем то, чего я ожидал. Вместо шопов с гарант-системой я нашел крупные формы безопасного потребления котиков, на которых пользователи обсуждают, как правильно юзать без последствий для здоровья. Причем вопросы поднимаются самые разные. Какая дозировка подходит в тех или иных случаях, как правильно готовить вещества, какие грибы лучше всего подойдут для микродозинга. Сами дискуссии очень напоминают культурную беседу за чашкой чая и часто сопровождаются разными фотографиями. Звучит интересно, но это не значит, что на таких серверах стоит сидеть. Осуждаю. Промежуточный вывод. Купить что-то в отдельном специализированном месте все-таки нельзя. Хотя уверен, что участникам таких обсуждений точно постоянно приходят заявки в друзья от селлеров. Продолжаем ресерч и нацеливаемся на контент 18+. Думаю, ни для кого не секрет, что до блокировки в Дискорде подобное присутствовало в огромных количествах. Но все еще не совсем понятно, где заканчивается этот широкий спектр контента для взрослых. Кто-то может подумать, что и здесь мы ограничимся традиционными видео и фото, но поверьте, я нашел кое-что более пугающее. Причем много времени на это не ушло. По ключевым словам, тематически сообщество находится быстро. Зайдя в один из серверов, я заметил кое-что необычное. После верификации пользователь может выбрать один из трех чатов на свой вкус. Есть два русскоязычных и один англоязычный. Что ж, проверим каждый. Первый сервер сразу предлагает настроить все под себя. Второй англоязычный сервер устроен немного по-другому. Тут тоже есть верификация, но тренды не заканчиваются только на 18+. Если покопаться, можно найти что-то вроде маркетплейса, где девушки продают откровенные фото и видео, а также библиотеку сливов. Все с сцениками очень похоже на продажу запрещенки в Телеграм. Есть и целые сборники видео с загруженных участниками. И вот тут иногда можно найти материалы очень странного содержания. При этом, несмотря на развитие подобных каналов чатов, в них нельзя найти видео с участием несовершеннолетних. Это радует. Даже так называемые лоли в тредах не публикуются. Возможно, иногда просачиваются, но оперативно удаляются модераторы. Оно их лучше. Последний сервер показался мне самым нетипичным. В нем было собрано более 20 чатов, связанных одной тематикой. В то же время каждый из них чем-то отличался от предыдущего. В одном можно было увидеть нейросеть для генерации картинок для взрослых. В другом целый тред с распродажей игрушек. В третьем ЛГБТ-френдли сообщество. В четвертом посты 14-летней девочки, продающей свои услуги. Стоп, что? О чем речь? Да, в одном из таких чатов я нашел довольно странное сообщение. В нем несовершеннолетняя девочка предлагает свои услуги, мотивируя это покупкой принтера. Несмотря на то, что в самом списке есть только что-то невидное вроде мурчания в микрофон, а сама школьница категорически отказывается от чего-то большего, в объявлении мы видим фото ее ног в чулках. Еще ниже нездоровую реакцию пользователя, делающего комплимент ее бедрам. И все это никак не модерируется. Вот так в, казалось бы, не самом жестком чате я наткнулся на очень неожиданный материал. Тем не менее, чего-то особенно нелегального найти, слава богу, не удалось. Резюмируем. Распространение эротического контента в Дискорде работает по принципу матрешки. В одном сервере собраны ссылки еще на несколько, где в свою очередь будет собрана еще куча ссылок. При этом все сообщения чаще всего проходят в строгую модерацию, поэтому откровенной чернухи и центрального процессора в таких чатах нет. Думаю, что если погрузиться еще глубже, можно действительно найти что-то из разряда PDF-файлов. Но судя по моему ресерчу, для этого нужно быть знакомым с уже существующим участником такого нездорового кружка по интересам. Их на самом деле достаточно много, не только в сфере контента для взрослых. На YouTube неоднократно выходили ролики, где рассказывалось об оккультных и сатанистских каналах. Там людей обучают сомнительным практикам, втягивают странные сообщества и призывают к деструктивным действиям. Многие из таких серверов являются приватными, но я смог найти общедоступные сервера по теме. Пример очень популярный в Дискорде DDLG. Это фетиш, где в отношения вступают так называемые папочки, мамочки и малыши. Одни в подобных случаях воспитывают, но оказывается, другие слушаются своих опекунов. Очень часто DDLG называют легким BDSM, а малыши могут вести себя как младенцы, пускай им даже и 30 лет. Звучит просто необычно, но до тех пор, пока такие любящие семьи не причиняют вред другим людям. Все нормально. Есть также тематические сообщества для Брауни, то есть мужчин, фанатеющих по франшизе My Little Pony. Опять же, оригинально, но если задуматься в этом, нет ничего уж очень страшного. Идем дальше, находим жалобу на Дискорд сервер, якобы продающий турецкие кредитки. То есть здесь есть и кардерская тусовка, или же просто группа мошенников, которые имитируют продажу чужих данных. Каналов, где проворачиваются другие финансовые махинации, тоже предостаточно. Есть и полноценные скамерские сообщества с мануалами для развода людей на различных площадках. Подобные есть везде, поэтому я решил вернуться к поиску кружков по интересам, и дело дошло до политических серверов, и здесь творится самый настоящий апокалипсис. Нацистская символика, дискриминация по национальному и расовому признаку, деление народов на полезные и вредные, высказывания, разжигающие религиозную вражду, и даже прямая поддержка одного австрийского художника. Если даже на относительно безобидных серверах с контентом 18+, была какая-то модерация, то здесь полная свобода действий, материалов можно нарыть на целую уголовную статью, но я здесь просто для списка запрещенки. Поэтому кидаю репорты и двигаюсь дальше, к экстремистским группировкам. Начнем с ЛГПТ-сообществ, которые в России признаны именно экстремистскими. Таких серверов очень много, что действительно стало одной из причин блокировки площадки в России. Удалить все вряд ли получилось бы, а системе скрыть по региону лично я ничего не слышал. Если покопаться, можно найти и чаты различных конфессий. Например, сервера только для мусульман. Там, помимо цитат пророков и напоминаний о намазе, в чем нет ничего плохого, есть и посты, которые могут разжигать ненависть. В них вместе с поздравлениями в знаменательные даты могут содержаться и высказывания о джихаде на Ближнем Востоке, вооруженной борьбе с немусульманами, что приближает такие сообщества к радикальным. В некоторых есть и картинки очень-очень пугающего содержания. Но все это хоть и настораживает, но не наносит ли глобального ущерба? Что по более серьезному и близке нам по другим роликам вещам. Например, продажа армии. В том же Телеграме пару лет назад заказать, скажем так, игрушечные или водяные пистолетики не составляло большого труда. Многие из таких каналов по итогу оказывались скамом. Но вернемся к Дискорду. Тут все немного сложнее. Найти хоть что-то, связанное с оружием, не считая игрового, было непросто. Большинство результатов по запросам это серверы игровых проектов или команд, которые собираются до совместного времяпрепровождения в КС, Армии или Торкове. Торговля или хотя бы обсуждением калибров и патронов тут даже не пахнет. Но кое-что откопать все же получилось. Например, форум, где люди обсуждают преимущества разных видов армии, делятся своим опытом и хвастаются пушками. Понятно, что больше половины участников родом США, где хранение разрешено в целях самообороны. Но выглядит это, признаюсь, все равно страшновато. Тем не менее, специальных площадок или магазинов с оружием вроде бы нет. Что, конечно, хорошо. Ну или я просто не смог найти, как и в случае с приватными каналами людей с нездоровыми предпочтениями видео. Может быть, надо было просто распарсить все серверы. Нет, это не вариант. Тем более, что такими вещами занимаются хакеры, которых тоже очень часто можно отнести к запрещенке. Вполне возможно, что и здесь мы сможем найти чаты единомышленников и даже группировок. Как и в случае с оккультными сообществами, большая часть таких серверов приватная. Так что посмотреть, чем занимаются киберпреступники у вас и у нас не получится. Зато получится узнать много нового и, возможно, действительно полезного. Я нашел много чатов, где первым же сообщением вас встретят список ресурсов для изучения языков программирования или утилит для этичного хакинга. Кейлогеры, парсеры, инструменты для анализа директорий. Все рассортировано по тредам и никто нигде не запутается. По аналогии с серверами, где обсуждаются психологиства, в таких каналах проводят обсуждение о том, какое железо лучше использовать, как правильно устанавливать утилиты, искать пароли в базах и вообще взламывать системы. В общем, как теоретических, так и практических советов с подробными гайдами и кодами, приглашающимися к ним, довольно много и все они касаются хакинга. И вроде бы все чаты позиционируют себя как этичные белые, но каждую из записанных там фич можно использовать в других незаконных целях. Чего я вам делать на самом деле не рекомендую. Выводы. Как ни странно, запрещенки в Дискорде оказалось не так много. В то же время, несмотря на то, что привычных шопов или ботов с незаконным контентом найти не получилось, все нелегальное на этой платформе касается всевозможных форм дискриминации, дискуссии по поводу чего-то запрещенного или инструкции, которые можно назвать серыми. Так оправданы ли претензии к Дискорду? И да и нет. Конечно, по количеству запрещенки это даже близко не Телеграм, но то, что иногда можно найти на платформе, вызывает вопросы и требует тщательной модерации. Пишите в комментариях, на что натыкались в Дискорде лично вы. Будет интересно почитать. Ну а я, как обычно, все это осуждаю, не рекомендую, не пропагандирую, а лишь изучаю в информативных целях, чтобы вы, не дай бог, не попались на что-то запрещенное, серое и обошлись лишь просмотром моего видеоролика на YouTube. С вами был Саид Харчевников, делитесь своим мнением по поводу сегодняшней темы в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал, а также пишите... Я уже попросил, да? Интересные комментарии. Да, просил. В моем Телеграм-канале, кстати, выходят очень интересные лайф-посты из моей жизни, в том числе из жизни моих проектов, из жизни YouTube, из жизни YouTube-монетизации. В общем, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, посылки в описании будет, точнее, там уже интересно. Всем успехов, всем пока, до скорых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok